Омская область Омская область Омская область Омская область Омская область Омская область Омской область всю информацию из бумажных источников, что было сделано в течение трех лет. На сегодняшний день никакой картотеки бумажной у нас нет, все абсолютно хранится только в региональном канцерегистре. Сама по себе программа онкологического диспансера – это базис. Она тоже создана специалистами онкодиспансера, поэтому постоянно модернизируется, изменяется под изменяющиеся условия и требования. 18 моделей объединена программа полностью, весь онкодиспансер, включая службу хозяйственную, экономическую, бухгалтерию, то есть все полностью. Эта вся система исключила полный внутренний бумажный документооборот. Самое главное – это компьютер для наших специалистов. Программа имеет свидетельство государственной регистрации. Однако вы понимаете, что именно возможности программы базис достаточно велики, изменили полностью работу самого персонала, и самое главное – минимизировали расход рабочего времени, то есть исключили все непроизводительные расходы рабочего времени. И очень важно для специалистов, мы можем и учитываем всю выполненную работу по каждому специалисту, от чего, соответственно, зависит заработная плата. Вы понимаете, это то, что для наших докторов самое главное. Ну и электронная история болезни, электронная амбулаторная карта – это уже само собой. И, соответственно, по всем позициям, по всем диагностичным службам, то есть, как я уже сказала, у нас практически бумажного документооборота нет. Самое сложное, что было самое сложное? Самое сложное – это персентифицированный учет лекарственных средств по пациентам. Вы понимаете, что нужно было совместить лекарственный учет по пациентам с закупом лекарственных средств по разным ценам в разные периоды. То есть, покупаем мы с вами упаковками, делим таблетками. И вот это все нужно было экономически, статистически и в то же время клинически совместить. Самое сложное из всего было. Но для того, чтобы все-таки задача наша стояла объединить онкологическую службу Омской области, что нужно было сделать для этого? Для этого самое главное – нужны были единые стандарты обмена информацией, единая система учета всех субъектов. И очень важно – это открытый доступ ко всем источникам информационным. Это классификаторы, справочники, реестр лекарственных средств. То есть, все абсолютно должно быть аналогично по всем медицинским организациям, которые занимаются по профилю онкология. Я называю это первичные онкологические кабинеты, ну и, соответственно, наш онкодиспансер. У нас нет промежуточного звена никакого. В результате такая инфраструктура получилась. В СПД – это ведомственная сеть передачи данных, защищенная через ВИП-нет. Канцер-регистр региональный. ЦОД в диспансере находится. Создана программа «Арм-онколога», которая объединила все медицинские организации и наш диспансер. Программа «Арм-онколога» установлена в первичных онкологических кабинетах, установлена в диагностических службах Омской области. То есть, сеть практически замкнутая. Вот так она выглядит, значит, медицинские организации. Вот слово «рабочее место врача-онколога» первичного онкокабинета, оно названо такое условное, потому что эта программа «рабочее место» стоит и у заведующей поликлиники, может стоять у главного врача, может стоять у главного врача округа. То есть, это зависит от потребностей, желания, но самое главное, каждое рабочее место, оно имеет доступ, логин, пароль и, соответственно, зону доступа, меру доступа. Мы полностью объединили всю систему, от ФАПа до главного врача-онкодиспансера, но если фельдшер ФАПа может видеть только свою долю, то главный врач, или, предположим, я как зам в работе могу видеть все. И самое главное, что мы можем войти с любого места в любую медицинскую организацию по логину и паролю и посмотреть изнутри, что же делается там на месте, что делает диагностическая служба, что делает врач-онколог, то есть, какова вот вся ситуация. Ну, видите, что все это было объединено. Ну, а онкологический диспансер – это вот так называемая программа-базис и региональный сегмент демографического мониторинга. У нас в регионе создана программа демографического мониторинга региональная. Для того, чтобы выгрузить информацию о наших умерших, умерших онкологических заболеваний, мы подготовили тоже, опять же, силами своего диспансера, подготовили модуль, который позволяет, ну вот, я, другое слово, нет, как лопаты, забирать всю информацию у пациентов умерших от локачественного образования, пациентов, имеющих в анамнезе, злокачественное образование, то есть, полностью всего. Соответственно, раскладывать так, как нам угодно по полочкам и вносить информацию в конце регистров. Программа демографического мониторинга стоит в каждом лечебном учреждении, стоит в каждом патологоанатомическом бюро, то есть, она ежедневно вносится, ежедневно обновляется, ежедневно анализируется, то это того, что она стоит у министра на столе. То есть, все это у нас очень четко отслеживается. И своих пациентов, но для того, чтобы понять, все ли вносится, на первом этапе было очень сложно. Вы же понимаете, что сейчас самая главная была задача все эти годы, мы с вами со смертностью боролись. А чтобы бороться, надо знать, сколько же. Вот, мы сверяли, соответственно, и с Омстатом, мы сверяли по всем позициям, то есть, по всевозможным позициям пытались сверить. Сегодня мы добились того, что в 100% случаях на второй день информация поступает в региональный сегмент демографического мониторинга, и оттуда поступает, соответственно, в конце регистра. То есть, в режиме онлайн информацию мы всю имеем. Сама онкологическая служба региона, рабочее место врача-онколога, тоже так условно назову его. Самое главное, с чего мы начали работу, это подключили врача-онколога к своему сегменту канцерегистра, где он мог получать информацию о всех своих пациентах, в списке любого вида формировать. И плюс, соответственно, все формировать в режиме онлайн, электронно, вот все требования, все приложения к приказу 135-му. То есть, не нужно никаких бумажных вариантов. Они формируют, мы получаем незамедлительно. Вторая, второй модуль – это электронная регистратура. Тоже она у нас достаточно индивидуально отличается от электронной регистратуры области, закрыта. Туда доступ имеет только по логину и паролю врач-онколог, больше не имеет никто, первичного кабинета, ну и, соответственно, онкодиспансер. Значит, что можно формировать, кроме того, что записать на прием в удобное для пациента время и к нужному специалисту, вполне, это очень-очень хорошо. Кроме того, можно электронное направление сформировать. И самое главное, что очень нравится нашим докторам первичного звена, здесь четко написано, что необходимо, справочек необходим к исследованию. Вот написано сверху онкоуролог, что должно быть, пожалуйста, что нужно иметь при себе. То есть, это напоминалка такая для доктора, что же, какие же объемы исследований должен иметь пациент для того, чтобы его направили в онкодиспансер, в консультивную поликлинику. То есть, по каждому профилю из работ. То есть, все это, понимаете, было вот именно в единую структуру приведено. И, кроме того, тоже очень нравится нашим докторам, доктор имеет возможность в режиме онлайн отследить, а пришел ли пациент в онкодиспансер, и что из этого вышло. То есть, выписка из медицинской карты амбулаторного больного и также истории болезни доступна врачу-онкологу, независимо от того, где он находится, на каком рабочем месте. Не нужно ждать, когда пациент вернется к вам в кабинет, получить от него копию, которую он принесет или не принесет, увидеть все назначения, то есть контроль повсеместный, только исполняя. И, кроме всего прочего, кроме вот такой выписки, имеется возможность получить еще результаты диагностических исследований. Видите, в сверху там СКТ написано, да? Вот, пожалуйста, можно точно так же врачу-онкологу открыть и увидеть. МРТ, МСКТ, УЗИ. Не нужно дублировать, не нужно отправлять его снова на какие-то исследования. Вы же понимаете, что протяженность Омской области – это 600 километров в одну сторону, 600 – в другую. И понятно, что пациенты живут и на самом окраине, и в селе. И врач-онколог далеко бывает и не онколог, а бывает совместитель, а бывает и терапевт, исполняющий обязанности, или хирург, исполняющий обязанности. Но у него есть полностью раскладочка, что ему делать, как ему быть. То есть расстояние наше, как уже показывал Томск, совершенно вот такие необозримые. Ну и третий такой модуль, который тоже нашим докторам очень нравится – это диспансеризация. Диспансеризация, как вы видите, здесь отчеты могут быть и количественные, и качественные. Здесь можно видеть и ход диспансеризации, можно увидеть список диспансеризации, подлежит диспансеризации, прошит диспансеризацию раньше срока. Находится во второй клинической группе, то есть зависли в течение двух-трех лет, не появлялись ни в онкодиспансерии, ни у врача-онколога. То есть все это можно очень хорошо увидеть полностью. Где прошли диспансеризацию – у себя по месту жительства или в онкодиспансерии. Тоже можно все это увидеть. И, соответственно, получить по каждому вот этому разделу список. Что самое важное? Персонификация – это важный момент, который на сегодняшний день очень нужен для доктора. То есть мы даем ему информацию. Вот сейчас я говорю о том, какую информацию мы ему стараемся дать. Сам модуль автоматизированного рабочего места. Знаете, иногда бывает, что так раскрывается, но не раскрывается, поэтому я пока буду говорить. Каждый врач первичного онкологического кабинета имеет связь с онкодиспансером, с программистом онкодиспансера в режиме онлайн. У нас создан чат, переписка идет с медицинской организацией. Медсестра бывает врача, медсестра вопросы задает. Пожалуйста, на все вопросы отвечает программист. Кроме того, имеется IP-телефония. То есть каждый кабинет снабжен IP-телефоном. И по IP-телефону, потому что городской, сами понимаете, проблемно, дозванивается. Бывает медсестры даже мне звонят, на чем я дозвонят. То есть у нас есть такие активные. То есть все вопросы, они решаются очень быстро в режиме онлайн. И, соответственно, что должна быть, конечно, хорошая обеспеченность техникой, чего было сделано за деньги региональной программы онкология с помощью губернатора. Вот сложилось так. Ну, второй задачей региональной программы, программного проекта онкология, это, конечно, введение программ раннего скрининга. И, опять же, возникла необходимость контролировать маршрутизацию пациентов, количество пациентов, прошедших. Были созданы ряд вот таких модулей на каждый скрининг. Соответственно, объединены вот этими модулями были онкодиспансер и, конечно, кабинет первичный. И диагностическая служба. Значит, информация вносится на уровне диагностической службы, неважно, смотрового кабинета, лаборатории, где кто определенный. Иногда бывает вносит врач, иногда бывает оператор. Это зависит от того, от возможности ли медицинской организации. То есть все полностью медицинские организации, они объединены вот такой системой. А доступ информации получает тот, кто имеет это право доступа. Опять же, логин, пароль, уровень доступа. Но врач первичного количества кабинета доступ имеет во все эти программы. Ну, соответственно, онкодиспансер, специалист онкодиспансера тоже имеет доступ полностью. Вы видите, здесь информация по каждому скринингу. Она количественная, то есть сколько выполнено. Она, безусловно, сформирована группой дополнительного риска. То есть кто подлежит дополнительному обследованию, сколько и пофамильно. И сама маршрутизация. Вот скрининги исследований на онкомаркеры ПСА. Видите, здесь видно, что вот высшей нормой 49, выписано направление 11, посетило 11. И дальше вот поликлинику, дальше стационар, и, соответственно, внесено в канцерегистр. Причем вот здесь есть такой момент, мы уже его добавили. Это те, кто ушли на уровень первичного звена. Это диспансеризация на уровне первичного звена. То есть контроль, наблюдение на уровне первичного звена. Она тоже есть. Просто у меня нет ни места, ни возможности, что во всем этом рассказать. И, соответственно, по каждому формируется список, что тоже немаловажно. Количество это, конечно, замечательно. Но важно увидеть, кто это и адрес, где он. Значит, вот все эти программы, они прежде всего формируются на базе данных территориального фонда, независимо от прописки. Вот такая получилась наша программа. Это общая региональная программа онкологической службы Омской области. Достаточно открытая. Активно начала она развиваться, внедряться, особенно с 2013 года, когда у нас главным врачом стал Юшков Дмитрий Михайлович, как поборник информатизации. Понятно, что все создано нашей службой, службой онкологического диспансера. Здесь нет ни одного рубля, ни одной копейки, никакой. Все создано просто энтузиастами своего дела. И она у нас постоянно обновляется, постоянно модернизируется, постоянно мы что-то новое включаем. Сейчас не дали, как вот в этом году мы дали доступ областному коршвен-диспансеру и пяти коршвен-диспансерам по округам, для того, чтобы они записывали своих пациентов, но опять же в зоне доступа записывали своих пациентов к нашим консультантам, онкологам, поликлинику. В мае месяце создан модуль гематологии, здесь его пока нет. Он создан для гематологических больных, потому что они находятся на лечении в областной больнице, в двухобластных больницах и в одной городской. И, соответственно, информация у нас о них была в виде сверки. Сейчас, ну и они посылали информацию тоже в виде сверки. Сейчас нет, сейчас доступ полный, пожалуйста. Они видят своих пациентов, мы видим, что делается у них, как пациенты лечатся, как проходят. И если выявляется новый, тоже в режиме онлайн заполняется извещение. Значит, вот такая система работающая, достаточно гибкая. Ну и сама по себе вот так она складывается. Как вы уже видите, что база данных армонколога и базисы там, и региональный сегмент гемографического мониторинга. То есть видят тоже лечебное учреждение, все. Ну, для наших докторов, наши доктора видят, работают полностью в режиме, вот программе базис. Для них армонколога, как бы не важно, для специалистов онкодиспансера, я имею в виду для врачей онкодиспансера, для администрации, для орг.отдела канцерегистра понятно, что нам нужно все, а для них достаточно это. Ну и самое главное, что статистика по БУЗОКОД получается в любом варианте, по каждому доктору, по каждому специалисту, за любой промежуток времени. Ну и что могут видеть наши врачи первичного звена, где установлены рабочие места? Доступ, как я уже сказала, к документации электронным, амбулаторная карта истории болезни, доступ к результатам диагностических исследований, результаты скринингов полностью могут видеть, я уже повторила вам, да, и статистика. Седьмая, двенадцатая форма, у нас наши доктора на месте не формируют ни седьмую, ни двенадцатую, мы им собираем совещание, либо в режиме видеоконференции, либо им обязательно письмо пишем. Значит, я, допустим, пишу 29 января, все могут взять форму номер 7 и форму номер 12, распечатать, издавать МИАЦ. Все, подписывают, распечатывают, подписывают, издают, и вопросов никогда не возникает, потому что это все сформировано из канцерегистра на 100% достоверно, и ничего там не нужно сочинять, и горы бумаг каких-то лопатить. Все получается очень даже замечательно. Для них нет проблем. И, кроме того, основные показатели работы еженедельно мы формируем, потому что канцерегист обновляется еженедельно, формируем еженедельно для них информацию по каждому лечебному учреждению, причем за трехлетний период, тоже в режиме реального времени. Ну и рейтинг тоже очень важно, рейтинг всех медицинских организаций города и области по всем основным показателям – это ежемесячно. И сейчас мы создаем новый раздел в модуле «Диспансеризация». Достаточно интересен этот раздел, потому что диспансеризацию проходят на местах в лечебных учреждениях. Довольно-таки у нас распространенная такая территория. Это, сами понимаете, добраться сложно, поэтому и далеко не каждый желает ехать в онкодиспансер, но контролировать необходимо. Да, мы выезжаем, смотрим, контролируем, но хотелось бы, чтобы все-таки на местах соблюдались какие-то стандарты, но хотя бы минимальные. Мы понимаем, что МРТ нет, МСКТ у них там нет, но есть пациенты, которые 2-3 года могут не появляться. Да, они готовы либо написать отказ от диспансеризации, либо хотя бы какой-то минимум. Поэтому мы создали такой вот прием, прием, диспансерный прием тоже в своей базе. Врач-онколог вызывает к себе, ну или терапевт, если врач-онколог, вызывает к себе пациента, и минимум исследований проводится, все записывается, соответственно, даты, и часть паспортная формируется из канцерегистра, и, соответственно, вся эта информация доступна нам. И мы открываем и видим, что если диспансеризация приедена, ну, на наш взгляд, относительно качественно, в пределах возможности этой медицинской организации, мы засчитываем, соответственно, пациент прошел диспансеризацию по месту жительства и поступает в канцерегистра. Если мы видим, что там написан только прием, ну, так формально, мы пишем, что данная диспансеризация не засчитывается, и будьте любезны, начинайте сначала работать с пациентом. Вот так мы сейчас разрабатываем, последний наш модуль, такой достаточно интересный. Соответственно, мы имеем свидетельство и сертификацию ответственности на программу армонколога. Ну, как я уже тоже говорила, еще раз повторю, что списки отчетов – это выходные формы, списки, количественные и качественные. И принципы, основные принципы формирования всех отчетов, как вы видите, что все отчеты формируются по приписному населению, независимо от того, где пациент проходил обследование. Все поступает, соответственно, там, где он приписан. Что в территориальном фоде, где приписан, туда и поступает. Неважно, что он живет в селе, прописка у него в селе. Он приписан, городская поликлиника 1, значит, информация будет с городской поликлиникой 1. И спрашивать будет с городской поликлиники номер 1. Также все отчеты персонифицированы. Один человек, он учитывается только один раз. На него формируется информационная такая табличка. Почему мы говорим о том, что программа стоит у терапевтов? Терапевт может посмотреть, какие скрининги он проходил и каковы результаты. То есть, один раз учитывается. Не сколько раз он прошел по САА, а только один раз. То есть, на него формируется картотека, карта такая. Но в счет идет только один раз. Что мы добились созданием единого информационного пространства онкологической службы в Омской области? Ну, прежде всего, это единообразие. Единообразие учета, отчетности. И, безусловно, мы даем много первичным специалистам, первичного онкологического кабинета и вообще специалистам первичного звена. Ну и, соответственно, много спрашиваем. По той самой причине, что мы просто все это видим. Простой вопрос. Почему у вас прошло столько-то на ПСА? А почему у вас... А дообследование должно быть столько-то? А почему у вас недообследованы? Вот такие-то сроки. И будьте любезны, объясните, почему. Это всегда бывает сложнее. Понимаете, когда бумага, бумага все стерпит, а здесь персонифицировано. И уже ничего нельзя придумать. Ну и, соответственно, конечно, сеть ВСПД наша защищенная позволяет нам общаться, позволяет нам разговаривать с друг другом. Это достаточно хорошо. Но повышается, естественно, ответственность специалистов. Когда тебя контролируют постоянно, безусловно, это, знаете, всегда как-то стимулирует. Ну и что мы добились в своей объединении? Я хочу обратить ваше внимание, там, где пятилетняя выживаемость, 50-50, практически, кажется, ничего не двигается. Но я хочу сказать, что вот здесь мы начали какую работу? Работу по очистке списка в конце регистра. Когда-то, с 6-го года, вносилось все, что можно было внести, вся бумажная картотека. Я думаю, что сейчас, если медицинские организации заглянут внутрь своих вот этих громадных картотек, они там все что угодно увидят. Кто-то уже уехал, кого-то уже нет. Сами понимаете, когда это был 6-7-10-й год, какова была вот информационный обмен, уровень информационного обмена какой был? И они сейчас там, простите, вот болтаются, другого слова у меня нет. И вот мы начали их как бы приводить в порядок, сверять каждого пофамильно. Вот поэтому мы на первом этапе сразу, в 13-м году мы убрали сразу 6 тысяч человек. Что такое 6 тысяч человек, которые стояли на учете несколько лет? Ну, соответственно, какая же пятилетняя выживаемость? Ну, главный врач с этим смиряется, и мы приводим в порядок свои 46 тысяч, которые у нас там состоят на учете. То есть это именно живые называются. Те, которые живые, те, которые действительно есть, а не те, которые когда-то были. Сложности, сложности, ну, здесь даже не сложности информатизации, здесь просто сложности, наверное, с которыми сталкивается каждый регион. Ну, нет никакой вот совершенно правовой базы, чтобы заставить пациента отвечать за свое здоровье. Абсолютно никакой. Как ты можешь заставить ее пройти скрининг? Вот, говорила тут, милая Валентинна, принудительно. Мне слово принудительно очень понравилось. Я не знаю, как это принудительно заставить. Ну, только если за шкирку схватить его и притащить. Вот, например, на сегодняшний день, за полтора года, у меня находится на учете пофамильно 600 человек с одной А-клинической группой. Да, их надо, с ними разбираться надо, да. Но они не идут, они просто не идут. Какой принудительный вот рычаг найти, чтобы их заставить? Они придут к нам, только придут они в третьей и в четвертой. Никуда они не денутся. Придут. Но когда придут? Вот это очень важно. Заставить их каким-то образом. Ну, перспективы вот нашего... Мы развиваемся постоянно, поскольку эта собственность, это самое простое. Когда ни от кого не зависишь, когда никому ничего не платишь, когда у твоей идеи, и у тебя есть единомышленники, они подхватывают твои идеи, и она у нас программа о постоянном состоянии развития. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо, пожалуйста. Вы прямо угадали наши мысли. Как только привезли регламент, тут же все подошло к концу. Спасибо. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, скажите, пожалуйста, вот вы представили очень красивую свою модель информационную. Как она связана с информационной моделью здравоохранения Омской области в целом? Или вы существуете автономно? Отвечу. Практически, почти. Мы существуем почти автономно. Но вы же понимаете, что сейчас, во-первых, требует от каждого медицинской организации дать информацию в единую систему ЕГИС. Поэтому у меня умные ребята, они создали определенный переходной модуль. С нами МИАЦ согласился на это. И теперь информация через вот этот переходной модуль, соответственно, все наши табы закрытые, все наши исследования диагностические, все наши флюро-исследования, они все поступают в МИАЦ, вот в их единую систему. Все передается именно через нашу созданную систему. Так же, как вот модуль демографический мониторинг. Да, они создали его для себя. Но мы с ним определились, договорились, сказали, вот давайте будем либо так, либо никак. То есть вы начали развиваться раньше, чем вся система информатизации, здравоохранения Омской области. Это очень замечательно. Этот момент вам позволил сделать такую красивую систему. Дело в том, что в Самарской области мы развиваемся параллельно. Параллельно. И это трудность большая. И еще у меня один момент, один вопрос. А сколько программистов у вас в штате? Или это в целом диспансерские программисты? Это все диспансерские. У нас, это все наш штат. Ну, вот в моем подчинении он. Значит, у нас, у меня три пишущих, начальник отдела, три пишущих программиста, три так называемых железячника, занимающиеся обеспечением психологии, и два программиста сопровождения. Спасибо большое. Успехов вам. Пожалуйста, конечно. Александр Ильич. Спасибо за интересный вопрос. Должен сказать, что, конечно, энтузиасты двигают мир во всем. Поэтому молодцы. Но мы это делаем давно, вы знаете, да? У нас давно уже не одно десятилетие электронной амбулаторной карты и все прочее. Мы вот до сих пор не отказались от бумажных носителей. Да, вы понимаете? Потому что, а как вы вот уходите от прокурора? То есть вот здесь вот, а вопросы больной говорит, отдайте мне целиком амбулаторную карту. И он имеет на это право. Я поняла. Понимаете, да? То есть вот, а вы говорите, нету их уже, ну, наверное, в области особой атмосферы. Не совсем меня не поняли. Я говорю о бумажном варианте нашего онкодиспансера. Это немножечко разные вещи. Одно дело, амбулаторная карта заводится само собой. Она заводится в регистратуре, безусловно, потому что никто страховую еще не отменял, экспертизу не отменял, проверки не отменял. Понятно. Все понял, да. Молодцы, да. Все понял. Все остальное есть. Если вот еще сказать, вот последняя была проверка страховой организации, террориального фонда, реэкспертиза, мы были как бы в эксперименте. Они решили провести реэкспертизу по нашим электронным картам. То есть это было тысячи, нужно было проверить карт. Достаточно быстро они сели, эту тысячу, буквально три часа проверили. Они сказали, хорошо. Конечно. То есть, ну, все равно карта есть, карта она есть, остается. Ну, куда деваться. Пока мы не можем от этого уйти. Вот интересный вопрос какой. Мы его не решаем. У вас имеет право входа в программу врач первичного онкологического кабинета. А здесь тоже противоречие с законом. Ведь понимаете, он вошел, а там данные на всех, кого нужно. Или только своих. Вот как вы... Нет. У нас, значит, для каждого сформировано, во-первых, логин, пароль, это понятно, своя зона доступа. Вот я не скажу, именно зона доступа. Если входит врач первичного онкологического кабинета Азовской ЦРБ, он введет только Азовскую ЦРБ и больше ничего. Кроме того, с каждой медицинской организацией у нас заключено соглашение об информационном обмене. Это самое главное, первое, что мы делаем, это заключаем соглашение об информационном обмене. И даже в своей зоне доступа ОПО Иванову имеет право, а Сидоров не дал такого права. То есть, вот, наверное, вы не столкнулись еще с этим. Мы пока вот так жестко, с прокурорски не столкнулись, но мы стараемся этот вопрос решать, почему. Мы, когда приезжаем в лечебное учреждение, проверки проводим регулярно и часто, у меня есть еще три методиста, которые я сама езжу, и три методиста ездят. Первое, что мы спрашиваем, безусловно, это приказ о защите информации. Кто, где, должен, какая зона у каждого доступа. Вот у нас тоже самое в медицинской организации есть. Хорошо, спасибо, да. Но три года работаете, вы еще наберете огрехов. Я понимаю. Мы за полтора десятка набрали уже, мы уже и… Но, тем не менее, нужно сказать, что абсолютно правильный, верный путь. Им нужно идти, также стыковываться с здравоохранением. И мы также стыкуемся. Вот, блок целый, интересный представила нам Лидия Валентиновна. Поэтому мы друг у друга будем, естественно, учиться, дополнять и развивать. Это нужно делать. Но в противоречии с законом в нашей стране вступать очень опасно. Это стоит больших денег. Мы стараемся вступать. Недавно главного врача одного за это сняли с работы. Спасибо. Ну, сейчас вот мы нашли фирму, которая подготовит весь пакет документов по защите онкологической службы. Мы заплатим 60 тысяч и надеемся, что вот эти все наши бумажные дела мы ими хотя бы обставимся. Вот буквально так, если уж говорить совсем точно. Да еще, по-моему, вопрос есть. Можно еще вопрос? Конечно, конечно. Значит, вы показали, что у вас пятилетняя выживаемость 50 там процентов с чем-то. Это пятилетняя выживаемость или это накопленные контингенты 5 и более лет? Конечно. И какие, если... Это, наверное, накопленные... Конечно. Да, это невыживаемость. Это невыживаемость. Разумеется. Поэтому... Я надеюсь, что вы уже как-то выживаемость, поскольку вы нашли в программу. Да. Ну, сейчас, наверное, о выживаемости уже я буду говорить. Да. Еще вопрос был один. Там сзади юноша. Да-да-да. Да-да-да. Спасибо. Валентина. За комплимент. Вы обмолвились о рейтинге лечебных учреждений. Мне бы хотелось уточнить, по каким параметрам вы этот рейтинг ведете и насколько он публичен. Спасибо. Ольга Николаевна, вот воспользуйтесь этим микрофоном. Садитесь. Заболеваемость. Да садитесь. Морчей будет. Заболеваемость, смертность, одногодичная летальность, запущенность, раннее выявление, верификация. То есть все основные показатели, значит, они, соответственно, рейтинг по каждому этому показателю формируется. И, безусловно, они видят сначала по одному показателю, по второму, по третьему, по четвертому. Вообще, я когда провожу совещание, вот итоговые медицинские организации за 6 месяцев, там за 3 месяца, обычно я их ранжирую, вот медицинские организации, таким образом. Это медицинские организации, имеющие высокий уровень заболеваемости, низкий уровень смертности, это хорошо. Медицинские организации, имеющие высокий уровень заболеваемости, высокий уровень смертности, это не совсем хорошо, ну я так условно просто говорю, не буду расшифровывать дальше времени. Значит, медицинские организации, имеющие низкий уровень заболеваемости и низкий уровень смертности, я смотрю дальше, какова у них запущенность, летальность, я понимаю, что это эпидемиологически благополучные, чаще всего бывает вот район ну вот так повезло называется да и следующее когда у нас заболеваемость низкая смертность высокая ну соответственно я все анализирует показатели это говорит о том что мы параем на ковер на эпидемиологическую нашу комиссию ежемесячную которым проводим постоянном режиме вот так спасибо спасибо